Добрый день, друзья мои далекие и близкие. С вами Нина Кусман. И сегодня я вам хочу показать, как у нас гуляет Тони, когда не хочет подниматься на холм. Смотрю, сейчас он сделал даже несколько шагов. Он очень нравится проезжающим велосипедистам. Сейчас мы уже идем к нему навстречу. И поэтому он встал. Обычно он садится и превращается в такую кучку с ушками. В общем, алгоритм такой. Он проходит 500 метров и дальше идти не хочет. Почему и куплена коляска? Обманным путем заманиваем его в далекие походы. Там, где по травке или в каких-то еще интересных местах, на речке, он может попередвигаться себе в удовольствие. Итак, если не берем коляску, оставляем Тони, проходим еще 500 метров и возвращаемся. В это же время я должна наблюдать, чтобы не было машин, чтобы велосипедисты были аккуратны. Что, вернулись, да? Вернулись, да? Вы вернулись уже, да? Ну, потому что ты же тут стоял этой кучкой. Кучка с ушками стояла, тут мы и вернулись к тебе, да, Тони? Да, да, Тони с лодки. Пошли домой. Мы, конечно, чередуем длинные, короткие прогулки. Иногда заходим в сад, иногда гуляем где-нибудь вокруг дома. На данный момент все сады для нас закрыты. Почему? Потому что опыляют химикатами. Лео очень любопытно. Что за конструкция? Идем. Пришли. Лео заинтересовался, что за странная конструкция. Тони поднялся в небольшую горку. Видите, вот мы с коляской. А, в общем, что здесь? А здесь? Огромный-огромный муравейник организовался. Лёва, ну что ты там хочешь, чтобы тебя покусали? Вот любопытный. Лео у нас такой любопытный. Не только огородили чуть ли не два раза. Видно, это временная конструкция была, а потом еще. А здесь еще и колокольчик повесили, как мило. Тони уже тоже понял, что когда он хочет отдохнуть уже, он подходит к коляске, вот к этой задней дверце, и показывает, что он хотел бы туда залезть. Ну, а так, видите, совершенно спокойно гуляет. Ему же нужно двигаться по-любому. Начинаю уже мечтать о каком-то аппарате, который будет очень хорошо, очень сильно приближать. Ну что, ребята, назад пошли? Кушать пойдем домой, кушать. Кушать домой пойдем кушать. Тони завсегда. А вот Лео. Будешь залезать в коляску? Залезай давай. Нет, не хочет. А так делает вид сразу, что ему тут надо травку пощипать, какую-то деревяшечку погрызть. Ну, в общем, пошли. Сегодня не так жарко. Андреас просыпается очень рано, как и все южные немцы. Наливает себе чашку кофе, и они идут гулять. Иной раз я по нашей дороге встречаю оставленные им чашки, и назад забираю, если он их забыл. Тони чем-то заинтересовался. Ты мой сладкий. Ну вот с холма вниз уже проще. И зачастую они бегут вместе, несутся. А я наблюдаю за ними под музыку. Тони вырвался вперед. Он очень любит бегать под горку. Сейчас мы спускаемся с холма. Молодец, Тони, молодец. Ну что, сегодня ребята совсем не уставшие. Идем и идем себе. Мама только цветочков набрала в вазочку. Сегодня очередной замечательный закат. Вот так мы возвращаемся домой. Здесь я сорвала несколько веток грецкого ореха. Там большое содержание йода. И я сделаю настой для опрыскивания деревьев, кустарников, вообще всех растений в саду-огороде. Во-первых, это витамины для растений, которые им теперь нужны. А во-вторых, это защита от всякой разной тли и так далее. Это наши мальчишки на районе. Мало-мало-меньше. Беленький родился на прошлой неделе. Я вам его показывала. Или уже пару недель назад. Беленький все время ходил с мамой. И она его очень сильно опекала. Однажды они тут жевали травку все вместе. Лео, естественно, тявкнул. Он не может мимо пройти спокойно. Ой, боже. Беленький как помчался. Мама за ним. Участливо смотрит на него. Сильно ли он испугался? Ой, какие они прикольные. Очень часто все вместе играются. Видите, беленький задирается. Ай, давайте играться. Весь смысл вот этого стада. Бычки этой породы, они какие-то особо ценные и очень-очень дорогие. И время от времени подросшие бычки уезжают к своим новым стадам. Вот кого мы сегодня увидели. Играющих пацанов на районе. Какие смешные. Как мне нравятся летние вечера, но когда уже достаточно тепло и светло, и можно гулять поздно вечером. Наш драчун лево стоит, смотрит. Как только мы приехали, он вообще подрался с самым главным папой здесь, с самым главным быком. Вот там, где ходят автомобили. И ему крупно-крупно повезло, что его никто не сбил. Да еще две дамы остановились, поймали его и принесли его нам. Я вообще не поняла, куда он делся. А он подрался-подрался с этим быком. Тот ему уже стал показывать рога. И Лео метнулся на дорогу. Вот такой у нас Лео. Я сейчас тебя выпущу, подожди. Он таким образом показывает, когда он хочет вылезти из коляски. Да, да, сладкая собака. Сейчас я тебя выпущу. Выпустить тебя. Выпустить тебя, Тони. Выпустить, да? Голос дай. Что, Тони, залезать будешь? Будешь залезать? Нет, не будет залезать. Тогда еще раз полюбуемся закатом. Ну что ж, друзья мои, опять с нами прогулялись. С вами была Нина Кусман. Два замечательных шотландских терьера Тони и Лео. Мы пойдем домой. Нам предстоит ужин. С вами прощаемся до следующего видео. Подписывайтесь на нас, на нашем YouTube-канале. Ставьте нам лайки, если мы вам нравимся. Да, Тони? И ждите новых видео. Они уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok